Крокодилов, которые вырвались на свободы за квартирариумов в затопленном елтинском крокодилляриуме, ловили руками. За пределы помещения никто из питомцев не сбежал, сообщил владелец крокодилляриума Виктор Желенько. Ранее сообщалось, что в результате выхода рек из русел елтинский крокодилляриум, в котором проживает более 200 рептилий, был полностью затоплен. Крокодилов спасли, многих успели вынести. Во время потопа большие крокодилы остались в помещении. Как рассказал Желенько на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в настоящее время ловля крокодилов продолжается, потому что это весьма непростое занятие. 30 рептилий уже пойманы, но многие пока остаются на свободе. В результате подтопления ни один из крокодилов за пределы крокодилляриума не сбежал, успокоил жителей Ялты и гостей Крыма Виктор Желенько. Владелец крокодилляриума опубликовал видео ловли рептилий, которые прячутся в затопленных коридорах. Каждый особь ловит два человека. На пасть крокодилу предварительно набрасывается полотенце, чтобы избежать укусов. Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, Керчь на востоке полуострова оказалась подтоплена. На следующий день ливни дошли до Ялты, в результате реки вышли из берегов, вода затопила улицы и дома. По последней информации, в результате удара стихии в Ялте пострадали 18 человек, есть один погибший, одна женщина пропала без вести. Циклон затронул также Феодосию, Кировский и Ленинский районы Крыма.